Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова или выходы в декрет и прочее. Он достаточно простой и можно рассчитать свою пенсию. Для того, чтобы получить пенсию или узнать о состоянии своего пенсионного счета, не выходя из дома, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, затем заполнить соответствующую форму, указать адрес электронной почты и номер телефона. Все это можно сделать на едином портале пенсионного фонда. Кроме того, госуслуги через интернет можно получать и в других сферах. Портал Росреестра становится удобнее. Всеми его базовыми услугами можно воспользоваться, также не выходя из дома с помощью электронных сервисов. Теперь для пользователей интернета нет необходимости посещать пункты приема-выдачи документов. С помощью кликания компьютерной мыши можно узнавать актуальную информацию о состоянии запроса или заявлении и об объектах недвижимости в режиме онлайн. Это значительно экономит время и материальные затраты, так как плата за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в виде электронного документа, значительно ниже платы за аналогичные документы в бумажном виде. И к другим темам. В городском театре зрители увидели, какие красивые, любящие и заботливые мамы живут в городе-курорте. Праздничная программа была посвящена Международному Дню Матери, который весь мир будет отмечать в это воскресенье. Одного из солдат, который служит в Анапе, ожидал самый настоящий сюрприз. Армия стала для меня школой жизни не в плане каких-то навыков, не в плане какого-то физического развития, а именно в плане осознания, осознания того, насколько ты дорогая мне, насколько важное место занимаешь в моей жизни. Глеб Ведерников из Пермского окрая, служит в Анапе, записывает видеописьмо маме, которое увидит его в эфире местного телеканала. Он еще не знает, что на самом деле родители прилетели в город, а командование части за отличную службу поощрило бойца трехдневным отпуском. Родители, мама и папа, Наталья и Владислав, рассказали, что уже наметили культурную программу. Начать намерены с посещения музея Горгипия. Спасибо вам, спасибо вашему замечательному городу. Вы прекрасные люди. Нам очень нравится у вас отдыхать. Понимаете, буквально недавно, в августе, мы отдыхали здесь, а наш ГЭП в это время уже служил в Омске. И вот ирония судьбы, такая замечательная, необычная ирония судьбы, мы снова прилетели в Анапе посмотреть ее зимой. Она зеленая. Я сначала не мог поверить, после того, как сказали, что они в зале, то есть какая-то шутка прозвучала. Но потом, когда я увидел их, это впечатление неописуемое. Для нас, конечно, это тоже было очень неожиданно. Очень так, знаете, даже гордость взяла определенного за сына. В общем, то, что его командование так отметило, таким вот подарком. Здесь не повод видеть сына. Он все-таки скучает по дому, по родителям. Обворожительный голос собранной милиции лауреата международных конкурсов Нелли Григоряск. Это мы уже слышали, а есть и нет. Дефиле будущих мам разных профессий. Для большинства ребенок уже не первый, но всегда долгожданный. Эти мамы отдали себя, чтобы воспитать спортсменов, лауреатов, творческих конкурсов, тех, кто уже прославляет родной город. А в большой семье Константиновых собирали сирот со всей страны, чтобы дарить им любовь и тепло, в буквальном смысле 24 часа в сутки. В своем обращении глава города Сергей Сергеев заявил, что будет делать все, чтобы мамы в Анапе чувствовали себя защищенными, красивыми и любимыми. Сегодня, за этот час, мы увидели, какие разные мамы. Мы увидели их роль в нашей жизни. Мы увидели то, что на самом деле каждый ребенок, рождаясь, будучи маленьким таким комочком, новорожденным, да, может быть, вот еще ничего не знающим, не понимающим, понимая, получает в своей жизни ангела, имя которому мама. На сотни пошел счет участкам, выделенным многодетным семьям под строительство. Создаются места в детских садах и общеобразовательных школах. Открывается новое отделение в детской поликлинике. Проводятся дни здоровья для детей, когда узкие специалисты из города ведут приемы в сельских населенных пунктах. Вся социальная сфера в той или иной степени направлена на поддержку семей, хранительницами которых являются мамы. Мэр Анапа находится в рабочей командировке в Сочи. Сергей Сергеев возглавляет делегацию города-курорта на международном туристском форуме СИФТ. Деловая программа форума насыщена серьезными вопросами. Представители власти, руководители санаторно-курортной и туристской отрасли, инвесторы обсуждают проблемы развития курортной отрасли, возможности для укрепления конкурентоспособности курортов Краснодарского края, увеличение туристического потока. Санаторно-курортную отрасль Анапы представляют 25 руководителей профильных предприятий, среди которых Дилуч, Анапа-Океан, Пансианат Урал, курортный отель Олимпы и другие. В данный момент участники форума собрались на пленарное заседание, где подводят итоги курортного сезона 2016 года и обсуждают перспективы будущего сезона. Утренняя программа главы Анапы включила ряд встреч с помощником президента России Игорем Левитиным, инвесторами и представителями законодательной ветви власти. Реконструкция памятника «Три свечи» должна быть завершена до 11 декабря, Дня памяти русских солдат, погибших в Чечне. Такую задачу поставил глава курорта перед управлением ЖКХ на аппаратном совещании. Напомним, было решено провести капитальный ремонт мемориала, так как его некоторые части были разрушены вандалами. Также предстояло полностью заменить проводку и покрытие. Работы начались еще в октябре, но завершить их в кратчайшие сроки не получалось, так как пришлось ожидать специально заказанную гранитную плитку, в которой будет облицован постамент. Материал сотрудники Ремстроя получили буквально на днях и уже приступили к отделочным работам. Меняем плитку, керамогранит кладем. Свечи у нас уже находятся в готовности, полностью покрашены, готовы к установке. Памятник мы, в принципе, заканчиваем сроки, успеваем, все в порядке, никаких происшествий. Так что к Новому году наши жители могут насладиться новым памятником. Лампочки поменены, проводка поменена, все полностью. Площадь у памятника «Три свечи» – это любимое место для прогулок молодых мам, школьников и пенсионеров. Обновленный памятник будет смонтирован по всем правилам и нормам техники безопасности. По этим соображениям было принято решение установить низковольтные светодиодные лампы подсветки, благодаря которой также будет восстановлена и главная идея стелы – в темное время суток возникнет эффект пламени, горящего на ветру. А я напоминаю, что генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь, до встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин